Ночь прошла спокойно. Место вполне приемлемое для отдыха в остановке на ночевку. Должен сказать, что это своеобразный технический уазис на трассе М4 Дон. Дело в том, что здесь, в Павловске, можно получить практически любую техническую помощь, поддержку. Если произошли какие-то проблемы во время движения, тут можно отремонтировать практически любую автомобильную радиоэлектронику, приобрести видеорегистраторы, телефоны, сим-карты, радиостанции, навигаторы, видеорегистраторы, ну все что угодно. И плюс ко всему отремонтировать автомобиль. Повторю, что такое своеобразный оазис. Такой же примерно оазис под Ростовом и такой же вот оазис на трассе М5, на перевале через Уральские горы, вблизи поселка Карпачево. Вот три места, которые я бы хотел, чтобы многие, ну не многие, те, кому необходимо, взяли это на заметку. Короткое кофе питье перед стартом. Все жду, когда будут объявления на 15-м канале, чтобы могли послушать об услугах вот в этом месте. Ну, видать, слишком рано. Многие начинают работу с 8 часов. Кстати, тут и гостиница есть. В гостинице душ, баня, сауна, другие услуги. Стоянка, повторю, бесплатная. Как заверили водители большегрузов и дальнобойщиков, тут проблем с хулиганством нет. Стоянка, повторю. Стоянка, повторю. Стоянка, повторю. Кофе-питие закончено и потихоньку выдвигаемся. Кофе-питие закончено и потихоньку выдвигаемся. Достаточно активный 15 канал, но сейчас рановато. Сейчас объявление. Сегодня было в эфире, но слишком тихо. Но при просмотре полного видео без ускорения можно подчеркнуть много полезной информации. Вот этот, повторю, технический оазис в Павловске на трассе М4 Дон. Так, ну а мы продолжаем движение по маршруту Москва-Севастополь. Двигаемся в сторону Крыма. Морозно, но не очень. С правой стороны по ходу движения на расстоянии примерно 10 километр. Река Дон. С левой стороны по движению железнодорожная ветка. И станция Гавринские сады. С правой стороны по ходу движения русская выловка. Слева шкурлат третий. В отдалении Малоказинское водохранилище. В основном поля вдоль Дона. Наблюдаю на карте деревья. Напомню, что река Дон с правой стороны по ходу движения на расстоянии примерно километр-полтора. Замечено интенсивное строительство развязок. Не только... Ну, вернее, по всей трассе. По всей трассе. Условия движения вполне комфортные. Я в какой-то серии высказал свое мнение по переименованию трассы М4 Дон в трассу М4 Крым. Ну, посыпались ответы, замечания, комментарии. Наверное, я не очень четко выразился. Дорогу, трассу от Москвы до Севастополя переименовать в трассу М4 Крым или в трассу М4 Севастополь. Трассу М2 Крым, как сейчас ее называют, трасса М2 Крым, ее переименовать в трассу М2 Донбасс. Поскольку она не отвечает требованиям, и по ней проехать по трассе М2 Крым, в нынешнем названии Крым, я думаю, будет очень проблематично. Потому что она опирается в границу с Украиной. Но это решение принимать не мне, к счастью. Я просто высказываю свое пожелание, свое мнение. Сыском моста через Керченский пролив автомобильного сообщения. Сейчас там, кстати, идут очень интенсивные дорожно-строительные работы. И полагаю, что основной поток, да не основной поток, а весь поток автотуристов, двинется в Крым через Керченский мост. Вы сами можете наблюдать сколько строительной техники, и сколько строительных участков, объектов на трассе. Александр Седьмой логин написал, что какие-то проблемы, будут по железнодорожному сообщению с Крымом. Ну, наверное, будут. Я думаю, что они будут решены. Один небольшой окрик и проблем не будет. Слева и справа по ходу движения только поля. Верхний Мамон район. Где-то должен быть указатель поселок Приречное. Справа ничего пока не наблюдаю, только поля. В среди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Ну вот, скоро развязка. Будем двигаться через верхний Мамон. Странная развилка, честно говоря. Прямо через верхний Мамон, левый уход. Если принять влево, то объездная дорога верхнего Мамона. Хотя никаких я проблем вроде бы не вижу. Ну, будем проезжать через верхний Мамон. Верхний Мамон. Так, проезжая в верхний Мамон, будем пересекать реку Дон по мосту. Увидев мост, ну чуть дальше. Знаете, это река Дон. Верхний Мамон стоит на реке Дон. Можно сказать, стоит. Наверное, лучше всего расположился на берегу реки. Так, почти проехали Мамон или вже проехали. Ну, в верхнем Мамоне попробовали пробежаться по магазинам. Посмотреть форсунку для автомобиля. К сожалению, нет. К сожалению, для Тойоты ничего нет. Так. Продолжаем движение в сторону Севастополя. В сторону Крыма. Трасса М4 Дон. Маршрут Москва-Севастополь. Севастополя. Трасса М4 Дон. Трасса М4 Дон. Так, слева не очень далеко. Наверное, деревня Осетровка. Полотна дороги не очень чистая. Шлякоть. На стоянке хорошо работала система омывания стекла. Но затем опять замерзла. Температура низкая. Близко к дороге с правой стороны проходит река Дон. Далеко справа на берегу реки Дон деревенька Дерезовка. Дерезовка. Интересное название с левой стороны по ходу движения. Тоже деревенька, видать. Несколько домов. Называется Тихий Дон. Так у Шолохова. Ничего примечательного больше на карте не вижу. Поля. Река Дон с левой стороны. И с правой стороны. С правой стороны не очень далеко деревня Свобода. Но поселком назвать трудно. Немного домов. А с левой стороны чуть впереди деревня Перещепная. Перещепная. Далеко справа Вишневый. Ну не деревья, наверное поселок Вишневый. Далеко слева Грушовая. Тихий Дон. Тихий Дон. Не замерзай. Слава настоящей Дмитрии! Ещё дальше слева. Подколодновка. Колодновка и Галиевка, населенные пункты. Слева впереди по ходу движения, с левой стороны Багучар. Это город, наверное, Багучар. Может быть поселок городского типа, но довольно-таки большой. С правой стороны по ходу Вервековка, Поповка и Лафицкая. Это слева. Ну а это справа, извиняюсь, справа Вервековка, Поповка и Лафицкая. А с левой стороны за Багучарами Дьяченкова. А еще дальше, на берегу Дона, Терешкова. Какой я грамотный, правда? Все знаю. Да. 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 Сoveм. Сотовы. С combined с левой стороны. Савис. Ирбина. Семен. 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 С левой стороны Кулянка, Полтавка. Далеко впереди относительно Дядина, посёлок Дядина. Далеко справа впереди Травкино и Радчинское село. Надо полагать. Далеко впереди. Условия движения сами можете наблюдать. Незамерзайка замерзает. Щётки размазывают. Кстати, щётки на автомобиле, мягко говоря, дерьмовые. Они дубеют. Когда высокая температура, когда тепло, очень замечательно очищает. Вопросов нет. Но вот небольшой холод, насколько сейчас? Ну, может быть, минус 10, может, минус 15. Они задубили и очень плохо справляются со своими обязанностями. То есть, к подбору щёток нужно подходить очень с большим требованием. Но это, по всей вероятности, резиновые какие-то. Нужно или силиконовые брать. Даже не могу подсказать, какие. Но просто имейте ввиду, при низкой температуре, при низкой температуре, они дубеют. Ну и плохо очищает лобовое стекло. Время antes. Время. Время несколько секунд. К cases. Каз oyun в ходе. Смотрю по карте, ничего вблизи, пока не наблюдаю ни населённых пунктов, ни деревень, ни посёлков, поля, поля, поля. Так, далеко с правой стороны по ходу Варваровка, Шуриновка. Надо полагать, деревни, и ещё дальше Мариевка. С левой стороны, может быть на расстоянии километра, деревня Креница. Обращаюсь к тем, кто будет смотреть видео и хорошо знает этот регион. Но в комментариях написать подсказки для тех, кто соберётся поехать в это место. По этому маршруту вы какие-то интересные вещи можете подсказать. Так, не очень далеко с правой стороны по ходу деревня Плесновка, ещё чуть дальше Лебединка. А с левой стороны, не очень далеко, Кравцова. После того как будут размещены видео о маршрутах, напомню, что далее будет размещено видео Москва-Кемерово и следом Москва-Красноярск. После этого начну размещать видео России из окна поезда, то есть возвращение в Москву на поезде из Кемерово и из Красноярска. ГРАНДЕВАНФОН. Похо, БОТОВКА. УДАРИНИЕ СТАВТЕСАМИ. СЛЕВА ЛЕС. Веденеев, лес Поворот Левый поворот будет Сейчас скажу Далеко уходит В общем не знаю Тут поселки указаны Тихая журавка Павловский, Верхнеяковский Ну и так далее Суходольный Мешковская Река Тихая С правой стороны Походу Нагибин Поселок, надо полагать Это будет левый поворот Впереди мобильный пост ДПС Контроль скорости Ограничение 90 Ограничение 90 Впереди мобильный пост ДПС Субтитры делал DimaTorzok Далеко проходит железнодорожная ветка. Перед железнодорожной веткой деревня Сохрановка. Довольно-таки большая. Если слышите, это главком капризничает. Спать пора ему с боем. Так, очень далеко справа деревня Щедровка и деревня Бакай. Это уже за железнодорожным полотном. Дорога вполне приличная. По две полосы. Но, к сожалению, не везде так. Очень много участков. По одной полосе. Утро не очень веселое. Все покрыто. Все небо серое. Пеленой такой покрыто. Но условия движения вполне комфортные. С левой стороны, походу, примерно в километре от трассы. С левой стороны Арбузовка и Малая Лозовка. Но деревни или поселки довольно-таки крупные. А с правой стороны Терновский и Сохрановка. Ну вот они как бы соединяются друг с другом. Два населенных пункта. И на протяжении, наверное, километра дома. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Впереди мобильный пост ДПС. А так кругом поля разбиты на прямоугольные фигуры. На геометрические прямоугольные фигуры, квадраты. Красиво смотреть сверху. Теперь поворот направо будет к населенному пункту Кутейниково и Майковский. За ними железнодорожное полотно. Ну это примерно в полутора километрах. С левой стороны Алексеево-Лозовское поселок, по всей вероятности. Почти нет лесопосадок. В основном поля. Далеко слева поселок Ходоковский и Греково-Степановка. А с правой стороны Виноградовский. Движение сами можете наблюдать вполне комфортное. Солнце не слепит. Единственное, что картинка... Картинка серая. Было бы повеселее, если бы небо было голубое. Ладно, что имеем, то имеем. Наблюдаю эти эстакады. Смотрю на видео эстакада и смотрю на карту. И, честно говоря, не знаю, для чего эта эстакада. Ну, наверное, эта карта уже устаревшая. С левой стороны Могилянский. И далеко впереди слева Ястребиновский. В поселке, видать. А с правой стороны Мариево-Камышинский. Мариево-Камышинский на реке. И река петляет. Таким, как будто бык прошел такое росло у нее. Ну, то же самое и Могилянский с Греково-Степановкой на реке. Ну, может быть, ручей, не знаю. На какой-то водной артерии. С правой стороны проходит железнодорожное полотно. Это примерно в двух километрах между трассой М4 и железнодорожным полотном. Семеново-Камышинское. Ну, деревень, наверное. Если был бы поселок, то был бы Семеново-Камышинский. А это Семеново-Камышинское. Ну, поселение, наверное, или деревня. С левой стороны, на реке, как называется она, не знаю, тут не пишут, Чуевский поселок. На карте видно, что железнодорожное полотно проходит мимо Кудиновки. Есть там станция или нет? Наверное, есть. С левой стороны Дёгтево. Тоже какая-то речушка проходит. А с правой стороны... С правой стороны... Далеко за железной дорогой. Колодези. Ну, надо полагать, деревня. С левой стороны деревня Клочковка и Закосьнов. 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 Наверное... И опять поля, поля, поля. Лесных массивов не вижу. Вообще, есть небольшие островки, такие, лесопосадок. Но в основном поля... Сторожи камера. Ограничение 90. Процентов... Наверное, 90 занимают поля. С левой стороны за железнодорожным полотном посёлок Суровский. С левой стороны Новоалександровка, Терновая, Новониколаевка. Ограничение 90. Слева впám! Время! 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 К brassировки 9 динам favour под经ом fikgen. Г�вага на Время! Время! Бll- Плъем! Коп opens! Время! Время, tortoх, Слева далеко впереди хутор Донецкий лесхоз. Слева далеко впереди хутор Донецкий лесхоз. Справа впереди Поповка, деревня. И будет поворот направо. Поворот направо. Наверное, станция Мальчевская. Потому что через нее проходит железная дорога. Она уходит немного. А тут развилка еще железной дороги. Далеко слева по ходу движения. Но близко от трассы Обуховка. Деревня Обуховка. С правой стороны очень близко проходит железнодорожная ветка. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. С правой стороны проходит железнодорожная ветка. И за ней... Ну, от дороги примерно километра два. Зеленые рощи. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. С правой стороны далеко от дороги Керневка, Кринички и Краснянка. Это с правой стороны. С левой стороны. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Молоток Мацкий и Касьяновка. И Ивановка. Впереди развязка. Значит, повернув направо, город Миллерово. Миллерово. Довольно-таки крупный. Ну, так, средних размеров город. Название улиц присутствует. Поэтому делаю такой вывод. Ну, наверное, станция Миллерово. На окраине Миллерово Северный сад. С левой стороны далеко Сергеевка. С левой стороны походу далеко Сергеевка. Редко Дуб, Каменка, Калиновка. И поворот будет левый. Правый поворот. Это значит, можно заехать в Миллерово. Станции Новоандриевка и Туроверово. И Ново-Ивановка. О, как. Слева, походу, Греково-Станичный. Ну, надо полагать, поселок. С правой стороны недалеко от трассы М4 проходит железная дорога. Значит, станции или полустанки Туроверов, Ново-Ивановка, Верхнеталовка, Нижняя Таловка. Это с правой стороны. С левой стороны Греково-Станичный. Я его уже называл. Далеко. слева по ходу движения река Ростош. Она как бы параллельно идет трассе М4. Слышно как работает радар-детектор. Где-то стоит, где-то стоит радар. Скрытое наблюдение. Справа повторю железнодорожное полотно, а наверное видно будет станция Кумшатский. Чуть дальше Липовка. Далеко в стороне Верхне-Татарский поселок. С левой стороны Россош поселок. Далее по ходу движения развилка М4 мы уйдем, воспримем левее и уйдем в объезд М4. Второй луч проходит через поселок Нижняя Тарасовка. Тарасовский поселок. Через Тарасовский поселок значит тут же станция железнодорожная. Деревни Первое Майя. Васильевка будет справа. С левой стороны Донская Нила и Смеловка. О том, что далеко слева поселок Россош. Объезжаем город Тарасовский. Не знаю, город или поселок более-менее приличный по площади. С улицами. Ну и далее опять соединяемся с трассой М4. Сейчас мы тоже двигаемся по трассе М4. Соединяемся. М4. М4. Так. Тихо, 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 тихо. Ноги, провода не наступают. Ну, ноги убери, ты на провода наступаешь. Я так буду тебя держать. Кто едет? Ну, отгадай, кто едет. Едет. Покажи свою компанию. Едет фура. Где же? А, фура, правильно. Я вижу, что на компасе. Что на компасе? Здесь какая-то обрыв. Какая-то обрыв? Да. Вот он, компас. Видишь, красно-синий. Я куплю тебе такой. Будешь с компасом гулять по улице. Гулять по улице, где мама и папа? Да. Да. А то на провода не наступай. Ага. Вон какая машина. Так. С правой стороны деревня Дячкина. Дячка, кто-то не поганывает. Так, все-таки иди. Возьми свою машину. Я в гараж поставил ее. Так, вот произошло слияние трассы Л-4. Справа железная дорога тянется вдоль трассы. Там же находится Сибилев, поселок, по всей вероятности. С левой стороны Архиповка. Это все-таки иди. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Слева, по ходу, таловатая балка. Примерно метров пятьсот. Справа – железнодорожная ветка, верхний пеховник. Далеко в стороне – Урывский. Урывский, Урывский. Справа – нижний пеховник. Затем – нижний пеховник. Пеховник. Затем – глубокий. Далеко в стороне – Крутая горка. С левой стороны, я уже говорил, таловатая балка. Чуть дальше – Каменогорье. Каменогорье. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... «Д arqu Earth – гусьев». Судя по количеству домов... И площади, наверное, поселок городского типа. Продолжение следует. Продолжение следует. Четвёртая серия. Четвёртая серия. Замечательное место. остановите в этом месте постараюсь оставить в реальном режиме посмотрите для мотоциклистов байкеров это просто шикарное место вот интересная надпись была стоянка только для тупых три места они свободны я просто в восторге был никто не хочет заезжать на стоянку для тупых класс молодцы ребята я наверное оставлю в реальном времени вот эту часть видео мне очень понравилось оригинально с юмором место для кучкования байкеров сейчас не могу вспомнить по моему я попытался снять более подробно ну это уже будет наверное в следующей серии на все вероятности там такие монстры сварили мотоциклы громадные но очень примечательное место можете отметить себе в маршруте если будете двигаться в этом направлении запишите координаты я думаю получите огромное удовольствие посмотрев на то что там ребята собрали до следующей серии так впереди каменский района граница каменского района справа напомню железнодорожная метка далеко с левой стороны нижний ерохин поселок с правой стороны деревня харьковка и железнодорожная станция или разъезд красновка красновка заставлено на сюда это вот 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 мы Продолжение следует...